Привет, друзья и гости канала! Спасибо, что заглянули на мою страничку. Не забудьте подписаться, поставить пальчик вверх, поделиться этим и другими видео в соцсетях со своими друзьями и знакомыми, ну, конечно же, нажать на колокольчик. Итак, приготовление нашей королевской ватрушки. Начнем с начинки. Возьмем несколько яиц, несколько пачек творога, сахар, соль, ванилин. Все точное количество будет внизу под видео в инфобоксе, заглядывайте туда. Пока разобьем яйца в емкость для взбивания, отправим соль. Я хочу перетереть творог, чтобы была гладкая масса, не было крупиночек. Можно использовать сито, погружной блендер, у меня просто измельчитель. Теперь яйца обрели комнатную температуру. Это очень хорошо. Взбиваем с солью, с сахаром, добавим немного ванилина и отправим наш перетертый творог. Все перемешаем. Пока отставим в сторонку. Теперь перейдем к приготовлению к нашей крошке. Если делать не шоколадную крошку, понадобится по рецепту три стакана муки. Но у меня будет шоколадная. Мой стакан равен граненому стакану. И вот третий стакан заполняем наполовину мукой, наполовину какао. У меня ушло 4 столовые ложки какао. Понадобится также сахар, соль, сода, замороженное сливочное масло 200 грамм. Просеиваем муку с какао. Добавляем сахар. Сахара я взяла немного поменьше стакана, но по рецепту идет стакан. Если хотите, чтобы такая сладенькая была, добавляйте весь стакан. Добавляем соль, соду. Все немного перемешаем. И теперь на крупной терке потрем сливочное замороженное масло. Немного обваливаем муке, чтобы было удобно тереть. Теперь прям таким образом руками перетираем все в крошку тщательно. Теперь будем собирать нашу ватрушку. На дно формы. У меня форма силиконовая, размером 26 сантиметров в диаметре. Высыпаем большую часть нашей крошки, немного разравнивая, делая небольшие бортики. Выливаем нашу творожную начинку. Я буду использовать ягоду. Я взяла чернику. Можно брать любую вашу любимую ягоду. Можно обойтись без ягод. Но с ягодой, мне кажется, будет более интересный вкус. Теперь отправляем оставшуюся крошку. Консистенция нашей ватрушки жидковата, так что будьте аккуратны. Я воспользуюсь сразу противенем, чтобы отправить в духовой шкаф. Духовка разогрета до 180 градусов. Выпекалась моя ватрушка 50 минут. Чтобы переложить на тарелку, нужно полностью, чтобы ватрушка остыла, так как в горячем виде она еще имеет такую неплотную текстуру. Это сказка! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok